Здравствуйте! Меня зовут Самойленко Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Продолжаем наш рассказ о соснах. В прошлый раз мы рассказывали о гималайской сосне и о сосне шверина. Сегодня о желтой и мелкоцветковой. Начнем с сосны желтой. Латинское название пинус пандероса, что дословно можно перевести как тяжеловесная сосна. Если на нашем континенте сосна, которая вызывает невольное уважение, это кедровая сосна, то в Северной Америке это желтая. Поистине это исполин во всех смыслах этого слова. В среднем высота этого дерева 30-40 метров, но есть отдельные экземпляры, перевалившие за 70 метров. Также ее можно назвать долгожителем. Считается, что старейший экземпляр еще 50 лет назад отметил свое тысячелетие. Согласитесь, впечатляет. Эти великаны растут на сухих горных склонах западной части Америки. Их довольно легко узнать. Иголки собраны по три штуки в мутовке, а не по две или пять, как мы с вами привыкли. У взрослых экземпляров кора оранжево-красного цвета, которая словно раскололась на множество больших тарелок. А вот у молодых она почти черная. Говорят также, что она пахнет ванилью или ирисками. Не знаю, настолько взрослых деревьев мне видеть не приходилось. Считается, что Дэвид Дуглас первый, кто описал этот вид в 1825 году. Но есть свидетельства, что экспедиция Льюиса наткнулась и описала эту сосну на 25 лет раньше. Но гербарий не сохранился, а сохранилось лишь упоминание в дневниках путешественников. Поэтому все же Дуглас. Чем еще она интересна? Ну, наверное, тем, что ее кора устойчива к огню. Более того, лесные пожары во многом способствуют развитию дерева, попросту убирая с дороги конкурентам. И чем сосна старше, тем она лучше сопротивляется пожарами. Может быть, именно поэтому она участвовала в ядерных испытаниях, которые проводили в США в 1953 году, когда на пятый полигон в Неваде привезли 145 исполинов. В пустыне сосны не растут, поэтому лесная служба США привезла деревья, и их основание забетонировали. И смотрите сами. Полное видео можно посмотреть, перейдя по ссылке. Американцы хотели понять, сможет ли эта сосна выжить при ядерном взрыве и впоследствии восстановить экологию страны. Насколько видно из видео, пусть небольшие, но шансы все же есть. Но надеюсь, что до этого не дойдет никогда. А нас с вами интересует, жизнеспособна ли эта трехигольчатая красавица расти в Ленинградской и Московской области. Скажу сразу, мой опыт не дает на этот вопрос однозначного ответа. Наверное, потому что его попросту нет. С желтыми соснами я никогда не имела дело. Но в последнее время я все чаще и чаще слышу положительные отзывы садоводов об этом растении. Еще обнадеживает тот факт, что сосна желтая в природе растет там, где среднегодовая температура колеблется от 5 до 10 градусов, а экстремальная минусовая температура не опускается ниже минус 40-43. В Ленинградской области среднегодовая температура плюс 5. Правда, климат, где она растет, будет по суше. И вопрос, как она отнесется к нашему дождливому лету, остается открытым. Не получится ли, что сосну, которая способна пережить взрыв ядерной бомбы, доконает грибковые заболевания? Но здесь надо экспериментировать. Буду благодарна, если вы поделитесь своим опытом или своими соображениями. А мы переходим к мелкоцветковой сосне. С этой сосной я впервые столкнулась 15 лет назад, еще в начале своей работы в компании. Я по неопытности приняла ее за кедровый сланник и привезла в садовый центр. Мы даже не выпустили партию в продажу, так как нам казалось, что зимовать у нее шансов нет. В конце сезона вся партия поехала к одному из учредителей на дачу. Так сказать, доживать свой век. И знаете, а век оказался долг. Мелкоцветковая сосна до сих пор там растет. Правда, страдает время от времени от весенних ожогов. Но, возможно, это просто особенность места. Пинус парбифлора впервые была описана зибольдом в 1842 году, а спустя 20 лет привезена в Англию молодым ботаником Джоном Гудом Вичем, где стала крайне популярна. Родом этот вид с японских островов и корейского полуострова. Там ее можно встретить на солнечных скалистых склонах. Зимостойкость этого вида вызывает у меня большие вопросы. Считается, что для нее критична температура минус 23-25, но при приличном снежном покрове прекрасно зимует и при минус 30. Но такая снежная зима, как в этом году, в Ленинградской области бывает, увы, не всегда. Для полноценного развития ей необходимо полное освещение, почвы должны быть всегда влажными и хорошо дренированными. Хорошо растет как на слабокислых, нейтральных, так и на слабо-щелочных грунтах. Примечательно, что этот вид устойчив к городским условиям, что достаточно редко для сосен. Для ландшафтного дизайна привлекательны сорта с голубоватой хвоей. Вообще сортов у парвифлоры немало, но почему-то самые интересные сорта у нас почти не встречаются. В основном мы видим два растения. Это пинус парвифлора глаука и пинус парвифлора негеши. Первая – это природная форма мелкоцветковой сосны с голубой хвоей, достигающая 3-7 метров в высоту в зависимости от места посадки и шириной от 2-5 метров. Опять же, это все зависит от задачи и условий произрастания. Глаука больше похожа не на дерево, а на широкий куст с неправильной формой. Причем интересно, что двух одинаковых парвифлор найти почти невозможно. Второй сорт более компактный, как правило, где-то около 2-3 метров в высоту и примерно столько же в ширину. Лидер, как правило, отсутствует. Но до таких размеров ему расти и расти. К 10 годам высота негеши не превысит и метра. Я не уверена, что мелкоцветковую, или как ее еще называют, белую корейскую сосну, можно рекомендовать для Ленинградской или Московской области. Все-таки растение склонно подгорать и обмерзать. Но уже в Сковской или Новгородской она неплохо себя чувствует и будет просто незаменима, если вы увлекаетесь восточными садами. Белая корейская сосна просто создана для бонсаев. Кстати, при создании карликовых комнатных бонсаев тоже очень часто используют парвифлору. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Увидимся.